Девушки отдыхают Женщина считает, что ее несправедливо лишили опекунства над ребенком-инвалидом, которого она полюбила как родного сына. Но у органов опеки и попечительства другое мнение. Опекун и родная мать мальчика вступили в преступный сговор. Девять месяцев никакого секса, Ваша честь. Я не могу с вами согласиться об отсутствии в вашей жизни секса, о чем свидетельствует четверо детей. И по статистике 12% мужчин не являются биологическими отцами детей, которых воспитывают. Как узнать правду? Сегодня в суде мы это выясним. Истец предъявляет иск об оспаривании решения органов опеки и попечительства об отмене опекунства. Ответчик иск не признает. Считает, что истец оформила опекунство с целью обогащения. Так, пожалуйста, истец, я вас слушаю. Добрый день, Ваша честь. Дело в том, что я год назад стала опекуном ребенка Пети Симукова. Петя ребенок-инвалид с детства. У него синдром Дауна. Петя родной сын моего бывшего покойного мужа. Дело в том, что его родная биологическая мать, Лера, совсем ребенок. Когда-то, 8 лет назад, мы разошлись с моим мужем, и он женился на Валерии. И в этом браке как раз и родился Петя. Петя-инвалид детства, как я уже говорила. Все подтверждающие документы есть и об опеке, и, соответственно, о диагнозе. Брак не сложился. Жили Дмитрий, мой покойный муж, и Лера достаточно плохо. Я уже говорила, Лера очень молодая девочка была. И вела, ну, такой, скажем, неправильный образ жизни. Да, были загулы, были измены. В семье, соответственно, было очень много конфликтов. И Дмитрий просто не выдержал этой тяжелой ситуации и наложил на себя руки. Дима повесился. А мать была лишена родительских прав за аморальный образ жизни. Я очень вас прошу. И отсутствие наблюдения за ребенком. Петя осталась на попечении мамы, Валерии. Но так как ее, совершенно верно, аморальный образ жизни был такой, что органы опеки сначала ее ограничили в родительских правах на полгода. Но так как она не исправилась, соответственно, ее лишили родительских прав. И право не сделали. Ответчик, ответчик. Спасибо. Спасибо, Ваша честь. И я тут же добровольно подала иск об опекунстве над Петей. Дело в том, что он мне не чужой ребенок. Я его практически вырастила из пеленок. У нас с Дмитрием, моим покойным мужем, были очень хорошие отношения. Мы до этого прожили 17 лет в браке. Мы родили своего взрослого сына. Ему сейчас уже 25 лет. И Дима с самого рождения Пети всегда обращался ко мне за помощью. Что-то поухаживать за ребенком, как пеленать, как кормить, ну и так далее. И я всегда помогала. И, как говорится, и словом, и делом. Петя вырос практически у меня на руках. И когда сложилась вот эта вот ситуация, что он остался сиротой, я не могла себе позволить, чтобы этого ребенка, который является просто, понимаете, единственной связующей нитью с моим покойным мужем. И когда Дима был еще жив, он просил меня, что если, не дай бог, с ним что-нибудь случится, чтобы я не оставила Валерию и Петю, потому что они без меня не справятся. Что я и сделала. Я просто сдержала слово, которое дала покойным мужем. Ну, подождите, у вас будет возможность выступить. Подождите. Ну, вот, в принципе, и все. Нет, но вы были назначены опекуном. Да, я была назначена опекуном. И что произошло, я совершенно не понимаю. Потому что год назад, когда органы опеки и попечительства помогали мне оформить опеку над ребенком, наоборот, были очень рады. Мы говорили, как хорошо, что у Пети наконец-то появится настоящая мать. Мы прожили очень хорошо этот год. Мы очень сблизились, роднились с Петей. Он даже начал называть меня мамой. Я работала преподавателем французского языка в университете. И сейчас я имею возможность не работать официально, чтобы ухаживать за ребенком-инвалидом. Я занимаюсь переводами с французского на дому таким частным порядком. Соответственно, нам очень хватает... Простите, естественно, ведь принятие такого решения наверняка предшествовало приход нескольких комиссий, ознакомление вас с актами обследования, выявление или не выявление нарушений. И потом, когда выносилось решение об отстранении вас от обязанности опекуна, да, или у вас был договор заключен? Договор. У нас не было договора. О прекращении действия договора, то там должно было быть в этом решении указана причина. Дело в том, что все, что я слышу от представителей органов опеки, это какой-то бред. Понимаете? То есть вот условия у ребенка есть полностью. В квартире сделан ремонт. Я могу показать вам фотографии квартиры, комнаты. Материальное обеспечение. Да, будьте, Данны, пожалуйста. Уход за ребенком полностью, полностью, полностью. Истец, мне, пожалуйста, решение сначала о назначении вас опекуном, а потом решение об отстранении. Ваша честь, я, с вашего позволения, передам вам весь пакет документов, если вам еще что-то понадобится. И я хочу продолжить. Органы опеки, представители органов опеки, к сожалению, простите, но меня называют аферисткой. Да. И что я провожу какие-то мошеннические схемы. Да. Знаете, слушать это гадко и смешно. Это не смешно. Это действительно правда. Пожалуйста, отвечик, я вас слушаю. Ваша честь. Органы опеки и попечительства расторгли договор об усыновлении, об опеке. С истицей на вполне законных основаниях. Мы действовали, и вы только в интересах ребенка. Поверьте мне, все только ради ребенка было сделано. Нам в опеку поступило заявление от соседки истицы, в котором указывается, что Симукова Варвара Николаевна плохо справляется с опекунскими обязанностями. Естественно, что мы не могли это дело оставить без внимания. Мы провели проверку. Проверка что показала? Что? Проверка показала, что вы с ребенком практически не находитесь вместе. Ребенком занимается его биологическая мать. Ваша честь, год назад лишенная родительских прав за аморальное поведение. Она постоянно находится дома и днем, и ночью. Кроме того, Ваша честь, она же, лишенная родительских прав, мать забирает ребенка ночевать к себе домой. Это незаконно. Истец, смотрите. Я отвечу на этот вопрос, Ваша честь. В общем, мы провели проверку, и мы сделали такие выводы. Валерия Симукова, родная мать, она изменила отношение к ребенку. Она стала им заниматься и воспитывать. Но, Ваша честь, заметьте, самое главное, она не обратилась в суд за восстановлением ее в родительских правах. А знаете почему? Это сделано специально для того, чтобы все льготы и выплаты, все деньги продолжала получать иститься как опекун. Потому что она осуществляет договор возмездного опекунства на основании договора опеки. Возмездного, значит, за деньги. Она получает денежные льготы, денежные средства, денежные льготы, и с этим делится с матерью. Они вдвоем живут за счет ребенка инвалидов. Вы же знаете, какие копейки нам государственные ребенки инвалиды. Это не копейки, смотрите. Вы же видите, как живет Петя, в каких условиях. Разве можно на эти государственные копейки? Я перечислю сейчас эти копейки. Единовременное пособие при передаче ребенка под опеку в семью составило 15 528 рублей. Какие вешенные деньги. Это только начало. Ребенок-инвалид получает 16 500 рублей до достижения 12 лет. Истец, неработающий, опекун ребенка-инвалида, получает 5 500 рублей. Кроме того, она получает каждый месяц ежемесячную компенсационную выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг. 928 рублей, Ваша честь. Да помимо этого, она еще имеет бесплатный проезд, бесплатное санаторное и курортное лечение, Ваша честь. Бесплатные лекарства по рецепту врача, оплату развивающих занятий. Да, я понимаю, все эти льготы проплачиваются. В законе прописаны. В законе о порядке размера выплаты. Пожалуйста, органы опеки, поясните. Но этими деньгами они живут на эти деньги вдвоем, Ваша честь. Что за глупость? Истец. Они делят их пополам. Ответчик. Значит, будьте добры, пожалуйста, на вопросы суда. Можете ли вы мне представить сведения о том, сколько раз истец воспользовалась получением бесплатного санаторно-курортного лечения для подопечного? Ежегодно. Я не говорю, сколько она может это делать. Она это делала ежегодно. Сведения. Есть? Вот акт, в акт все прописано. Не в акте. Меня не интересует. Мне нужна справка из органов социального обеспечения. Есть такая справка? Мы делали запрос, нам был получен ответ, что каждый год она посещала... Хорошо, Ваша честь. Смотрите. Значит... Она же женщина, истец, она вот так все хорошо... Подождите, ответчик, я насчитала 22 тысячи. Да. И вы утверждаете, что эти 22 тысячи истец делит напополам с биологической матерью. Она же не работает в биологической материне, но она всегда у них дома. Итого каждый получает в этой, как вы утверждаете, мошеннической эскепе по 11 тысяч рублей. Ну, истец еще какими-то переводами подрабатывает. Вопрос. Мне не нужны пока ваши комментарии. Да. Вопрос. Какой прожиточный минимум установлен? 12 тысяч. Ваша честь. И это не... Вопрос. Расскажите теперь мне. Если прожиточный минимум установлен в размере 12 тысяч, а каждый участник получает по 11, следовательно, каждый из них живет ниже прожиточного минимума. А вот поэтому они и затеяли аферу, Ваша честь. И в этой афере есть продолжение. Истиция сейчас 49 лет, а по закону женщина-опекун, неработающая, женщина-опекун, ребенка-инвалида до 8 лет имеет право на досрочный выход на пенсию в возрасте 50 лет, при имеющемся у нее страховом стаже 15 лет. И вот сейчас она наверняка пытается оформить эту пенсию. И эту пенсию еще к тем 11-22 тысячам они еще будут получать вот эту пенсию. Какую эту-то? И будут делить ее по полаку. Ваша честь, ну это явная афера. Ответчик, ответчик, какую эту пенсию? 9 тысяч рублей эта пенсия. О, вы... Для неработающей девушки, лишенной родительских прав. Да подождите, ответчик, ответчик. Мне кажется, вот этих денег вот так. А, ответчик, ну вы как-то переборщили с размером социальной пенсии. Ну как-то вы переборщили слегка. Нет. Да. Ваша честь, ну налицо афера. Две неработающих женщины живут за счет ребенка. Ну вы поедете. Послушайте, ну... Ваша честь, позвольте. Подождите, мне на вопрос ответьте. Скажите мне, пожалуйста, вы переводами занимаетесь как самозанятый гражданин или у вас есть договор? Нет, 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 никаких юридических сопровождений. Тогда скажите... Значит, вы еще и налоги не платите. Не платят, да. Опять-таки афера мошенническая денежная. Ваша честь. Ну, посмотрите, все к одному. Истец, скажите, пожалуйста, сколько примерно вы зарабатываете переводами? В документах приложена справка, два НДФЛ с годовой давности, сколько я получала год назад до того, как вынуждена была уйти с работы. Это было мое самостоятельное решение, чтобы ухаживать за ребенком. Вы можете посмотреть. Там порядка до вычета налогового около 150 тысяч. Соответственно, дома переводами, ну, может быть, так как это какая-то разовая подработка, ну, знаете, так где-то, ну, 30-40, ну, 50. Бывают такие. Ну, вы понимаете, что вам нужно как-то легализоваться с вашими переводами. Вы это понимаете? Да, конечно. Ну, вот такая разница. Тогда 100, сейчас 50. Ответчик, ответчик. Вот вам и досрочная пенсия. Вопрос у меня к вам. Скажите, пожалуйста, вот то, что мы с вами с такими усилиями посчитали, в размере 22 тысяч рублей, Истец зарабатывает в среднем 30-40 тысяч. То есть вы считаете, что вот это все было сделано ради 11 тысяч рублей? 11 на двоих? А может быть, она полностью матери отдает ее? Может быть, она просто содержит? Нет, пожалуйста, с какой стати суд должен вносить решение, исходя из ваших домыслов? Ну, с какой стати? Может быть, это, а может быть, нет. А может быть, это. А может быть, Истец будет оформлять пенсию. А может быть, не будет оформлять. Родная мать не работает, находится постоянно у нее. Они все втроем у Истца находятся. Забирать им нужны деньги на жилье. Поэтому они это и делают. Доказывайте. Доказывайте, что Истец делится деньгами. Есть доказательства? Доказательств нет. У нас есть свидетельские показания. Доказывайте, что Истец оформляет досрочную пенсию. Можете доказать? Если бы мы не отобрали у нее ребенка, она уже начала оформлять документы. Вы не имеете права говорить о том, чего вы не можете доказать. Не имеете права. Вы от имени государства не имеете права говорить о том, чего вы не можете доказать. Она начала оформлять документы. Она не успела их оформить, потому что мы лишили ее опеку. Я вас привлеку к уголовной ответственности за клиенту. Непонятно? Понятно. Так, ваше заключение. У меня к вам еще один вопрос. Ответчик, скажите мне, пожалуйста, сколько обходится государству содержание несовершеннолетних в специализированных учреждениях для лиц, страдающих синдромом Дауна? Цифру мне в месяц, быстро. Порядка сорока тысяч. Да, еще арифметикой будем заниматься, нет? Но если им здесь не занимается истица, а занимается лишенных родительских прав мать, значит, там ему будет лучше. Это неправда. Пускай это будет стоить дороже для государства, но заботятся о больных детях. Ответчик. В отличие от них. Это неправда. Естественно, жилищные условия. Позволяют. Ребенок обухожен. Более-менее. Более-менее. Нарекания со стороны врачей. Нет. Нет. Но материальная сторона остается. Ответчик, я вам сказала, что я сделаю. Либо вы мне доказываете все то, что вы сейчас говорите, либо если у вас нет доказательств, вы об этом не говорите. Потому что следующая стадия, я вам говорю совершенно серьезно, я привлеку вас за клевету. Я поняла. Так, вы просили свидетеля? Да, у меня есть свидетель. Да, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей истца. Свидетелей истца родитель. Может быть, пока вам передать фотографии? Вы пока... Я пока сама буду решать, что мне делать. Да, извините. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Валерия Андреевна Симукова. Я родная мать Пети Симукова. Год назад меня лишили родительских прав, и я считаю, это совершенно справедливо. Потому что я не выполняла свои материнские обязанности, это правда. Я родила очень рано. И была совершенно не готова к этому. Тетя Варя действительно очень много занимается Петей. Она ему как родная мать. Она отдаст за него последнюю рубашку. Я считаю, что Петю не надо держать в специнтернате, и нужно вернуть тете Варе. И да, я не хочу восстанавливаться в родительских правах. Почему? Я не готова к этому. Вы знаете размер денежных средств, которые получает истец, ну, в совокупности, за выполнение обязанностей опекуна? В общих чертах я знаю, что это очень небольшая сумма, которую едва должно хватать на Петю. Благо, тетя Варя работает, подрабатывает. Скажите, пожалуйста, органы опеки утверждают, что вы все время присутствуете в месте жительства вашего ребенка. И фактически вы занимаетесь его воспитанием. Нет, это глупость какая-то. Это свидетельские показания. Я... Свидетель у нас вот здесь не ожидает. Извините, пожалуйста, ваша честь. Ваш ремень. Вы подумайте сначала, прежде чем вызвать этого свидетеля. Ой. Мы хорошо подумали, ваша честь. Хорошо подумали. Ваша честь, можно я скажу? Я была буквально два-три раза у тети Варе, это правда. Потому что ей пришлось срочно уехать к пожилой маме. Она меня сама попросила. Да, я заходила, но не более того. Я не занимаюсь воспитанием Пети. Им занимается тетя Варя. Я заходила, да, но не более того. А давайте мы слушаем нашего свидетеля. Я еще раз повторяю, сама буду решать. Можно вот там вы в последнем ряду? Ничего страшного. На секундочку можете вы выйти сюда и встать? Выйдите, пожалуйста. Да, 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 да. Встаньте вот сюда. И если можно, вы поменяйтесь местами. Местами поменяйтесь. Вот вы туда поближе к изцу. Встаньте. У меня к вам огромная просьба. Можно как-то этот... Нет? Никак? Причешечку поменять, подлиннее сделать. Нет? Не получится. А у меня тогда вот так будет. Очень хорошо. Давайте. Да. Вот. Ничего хорошо, хорошо. Из другой стороны замечательно. Давайте. Вот так. И за ушки, и за... Замечательно. Огромное вам спасибо. Свидетель и ответчик. Свидетель и ответчиков, и идите. Представьтесь, пожалуйста. Я Смирнова Ольга Львовна. Да. Значит, ваш честь, перед вами две аферистки, мошенницы. Простите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот я вижу перед собой трех женщин. Вы мне не скажете... Я имею в виду вот эту Варвару и Лерку. Мать Петькину. А как часто вы ее видите, скажите? А я их соседка. Я их вижу постоянно. Подождите. Дело в том, что вы не можете быть их соседкой. Вы можете соседкой быть только истца. Дело в том, что Лерка постоянно... Она находится у Варьки. Ну что вы видите? Она... Я не вру. Не надо меня перебивать. Она у нее ночует постоянно. Вот. А дело в том, что Варька, она баба хитрая и изворотливая. Что она удумала? Она провернула аферу. Весь двор с удачей. Подождите, скажите, скажите, пожалуйста, а вот средняя женщина это кто? Средняя женщина? Она тоже приходит к истцу? Ну, это если такая крупная... Не смотрите туда, смотрите на меня. Крупномасштабная такая афера. Ну как две женщины, такой крупномасштабной аферы. Они в сговоре, я думаю. В сговоре. Из-за денег и льгот. А вот женщина, которая в серединке стоит. Ой, я не знаю насчет в серединке. Вот я соседка, значит, Варьки. А к ней все время шастает Лерка. Она от нее не вылезает. И как раз она... Вот Варька, она хитрая, изворотливая и такую аферу провернула. Взяла под опеку ребенка, чтобы хапать льготы и деньги. А сама Петькой не занимается. Значит, возится с ребенком... Из-за, из-за, из-за... Нет, ты уже говорила. А возится с ребенком... Вот Лерка... Ну что за бред? Это не бред. Не надо мне мешать. Я правду говорю. Скажите, а как возится? Ну, вот каждый раз она с ним во дворе гуляет, к себе забирает. К себе это как? Ну, домой забирает, к себе. А вы что, знаете, где Валерия живет? Я все знаю. А где она живет? Ну, неподалеку она живет. А неподалеку это как? Ну, я не знаю, но я только знаю, что она, вот, так сказать, без конца с ребенком возится. Нет, нет, еще раз свидетель, давайте следующим. То есть, вы утверждаете, что Валерия забирает ребенка к себе домой. Но где этот дом, вы не знаете. Ну, конкретно, прям досконально, я не знаю. Не знаете, понятно. Я знаю, что где-то, вот, так сказать, в том же районе. В том же районе, понятно. Вы, вот, ваша квартира, она напротив квартиры истицы или рядом? Рядом. Рядом. Слева, справа? Справа. Вы правша? Да. А теперь покажите, пожалуйста, вы не могли бы мне показать, как вы видите, что Валерия пришла к истице? Ну, вы знаете, я иногда выхожу, вот, я курю, покурить. Иногда это когда? А? Иногда это когда? Ну, я часто курю, я не хочу в доме курить. Один раз в 15 минут, один раз в полчаса. Ну, раз где-то. Один раз в час. Один где-то раз в минут 40 я выхожу. Выходите. Так. Вот кошка у меня... Опять вам требуется наперекур. Так. Да, я все вижу. Я вижу, что сама Варька... Нет, подождите, подождите. Вот 40 минут, вы находитесь в квартире. Как вы понимаете, что свидетель пришла? Вот вы как это понимаете? Ну, я слышу. А как вы слышите? У нас звукоизоляция плохая, я слышу. Слышите? Ребенок кричит тоже. А почему вы считаете, что ребенок кричит только потому, что свидетель пришла? Ну, он радуется, что мать пришла. А вы видели, как ребенок радуется? Да, я видела. Вы знаете, ваша честь, они очень часто гуляют во дворе. А я выхожу во двор и вижу, что они гуляют. Вот постоянно. Она с ним во дворе гуляет. Ну, что за глупость? Подождите. Ну, почему глупость? Я вам сейчас объясню, почему. Потому что, ну, не может просто свидетель прийти и сказать, я видела маму во дворе с ребенком. Видела. Ну, так если она видела, я однократно. Почему она не может это сказать? Ну, потому что это все может быть подвергнуто сомнению. Ну, а зачем мне врать? А зачем? Зачем? Мы проверку провели. Мы пришли, проверили. Все так и есть. Скажите, пожалуйста, скажите, послушайте, я вас призываю к соблюдению порядка судебного разбирательства. Я постаралась деликатно сказать. Ваша честь, можно я все-таки расскажу? Можно я расскажу? Размер вашей пенсии. Ой, господи, стыдно говорить. Ну, скажите, ладно, ну. 14 тысяч. Ничего, все-таки 14 тысяч. Ага. А вы поживите на эти деньги, ваша честь. Ага. Понятно. Все-таки можно я расскажу? Нет. То есть вы тяжеловато живете на 14 тысяч. Тяжеловато. В общем, да. Потому что там и коммуналка, и государство. А вот теперь я вам скажу про арифметику органов опеки, которая с точки зрения представителя государства, правильно я говорю? Правильно я говорю? Относится к грандиозному делению денег. Итак, истец в совокупности за выполнение обязанностей опекуна в отношении ребенка, страдающего серьезным достаточно заболеванием, получает 22 тысячи рублей. Половину из которых, как считают органы опеки, истец делится с биологической матерью. Итого, истец получает 11 тысяч рублей. И биологическая мама 11 тысяч рублей. А вот поэтому она и пошла на досрочную пенсию. Ответчик, я вам запретила разговаривать. Я вам запретила разговаривать. А я тоже с собой. Выйдите, выйдите. Можно я скажу? Нет, я пока не это говорю. Итак, вам тяжеловато жить на 14 тысяч. Да. Ответьте мне на вопрос. Может ли истец вместе с ребенком проживать на 11 тысяч? Ну, ей же там и брат помогает. Какой брат? Доказать можете? Вы знаете... Доказать можете? Ну, как доказать? К ней постоянно ходят мужики. Она их меняет, как перчатки. Кого менять, как перчатки? Мужиков. Ольга Львовна, да вы что? Да я на вас просто в суд подал бы. Да подавайте. Истец, истец. Да что ж ты? Я докажу. То есть вы мне разъяснить, как истец может жить на 11 тысяч, не можете? Я думаю, еще кто-то ей помогает. Кто-то еще помогает? Да. Те же вот любовники. Те же любовники. Скажите, пожалуйста, написать заявление вы решили сами? Да. Потому что мне обидно. 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 Может быть, завидно, Ольга Львовна? Истец. Не надо. Чего тебе завидно? А вам обидно в чем? А мне обидно вот в чем. Что я всю жизнь пропахала на тяжелом производстве. Вот. Во имя льгот. Ну, рассчитывала. Фиг я их получила. Все льготы мне отменили. Сказали, мол, не заслужила. А Варька всю жизнь палец, а палец не ударила. Она только ровно на... Подождите, подождите. И что получила в конце? А на нее с какого-то перепугу. Она ничего не делала. Только французские романчики переводила. И на нее вдруг упала. И сейчас получает, исходя из утверждения органов опеки, 11 тысяч рублей, а вы 14. Ну, я не знаю. Я думаю, ей помогают. Ей помогают. Мне обидно. Почему рабочему человеку ничего, а этой дрянь не все? Я проявила достаточно терпение и хотела бы вас предупредить. Все-таки, что у суда есть возможность привлекать свидетеля за дачу заведомо ложных показаний к уголовной ответственности. Вот так, Ольга Леонидовна. Еще раз подумайте над словами, которые я сейчас произнесла. Суд имеет право в гражданском судопроизводстве при даче заведомо ложных показаний привлекать свидетелей к уголовной ответственности. Ваша честь, я правду говорю. Вы знаете, какая там история была? Она же мужу свела... Органы опеки возвращаем. Органы опеки возвращаем. Вот вы послушайте, это важно. Нет. Она мужу до петли довела. Нет. А сейчас и ребенка хочет угробить. Ольга Леонидовна. Понятно, так. А я встала на защиту ребенка. Следитель, суд готов удалиться в совещательную комнату для принятия решения. Я вас благодарю, вы можете вернуться на свое место. Суд удаляется в принятии решений. Прошу всех встать. Далее в программе. 9 месяцев никакого секса, Ваша честь. Я не могу с вами согласиться об отсутствии в вашей жизни секса, о чем свидетельствует четверо детей. По статистике, 12% мужчин не являются биологическими отцами детей, которых воспитывают. Как узнать правду? Сегодня в суде мы это выясним. Суд, заслушав исковые требования с возражения ответчика, представитель органов опеки и попечительства, заслушав свидетеля со стороны ответчика, а также, придя в процесс с участием представителя прокуратуры, заявленные исковые требования удовлетворяют и выносят решение об отмене ранее вынесенного решения органов опеки и попечительства об отстранении истца от исполнения обязанностей опекуна. В данном случае суд установил, что органы опеки и попечительства не доказали тех обстоятельств, на которые они ссылаются в своем акте. А именно, вы не доказали, что истец недолжным образом выполняет обязанности опекуна по отношению к подопечному в соответствии с правилами статьи части 3, статьи 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном случае, в ходе судебного заседания, биологическая мама ребенка, которая лишена родительских прав, не изъявляет желание восстановиться в родительских правах. Следовательно, проживание вашего ребенка с опекуном является наиболее благоприятной ситуацией именно в интересах самого ребенка. Суд не может согласиться с утверждением органов опеки, что пребывание в специализированном медицинском учреждении в данном случае будет лучше, чем нахождение под опекунством ИСЦА. Замечаний к условиям проживания, к условиям содержания, к предметам обихода и к уходам ИСЦА со стороны по отношению к своему подопечному органами опеки не выявлено. Суд выносит частное определение в отношении представителей органов опеки и попечительства, обращается в вашу организацию с требованием о проведении служебной проверки и решением вопроса о привлечении либо непривлечении к дисциплинарному взысканию, либо по решению вопроса о временном отстранении, либо увольнении сотрудников, которые проводили соответствующую проверку и выносили решение об отстранении ИСЦА от опекунства. Суд полагает недопустимым выносить решение об отстранении ИСЦА от исполнения обязанности опекуна только исключительно на предположениях по участию, как вы утверждали, в мошеннической схеме по использованию денежных средств, выделяемых государством на содержание детей инвалидов с детства. Кроме того, суд считает необходимым выделить в отдельное производство и передать на рассмотрение правоохранительных органов для проведения доследственной проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела в отношении свидетельницы со стороны ответчика задачу ей в судебном заседании заведомо ложных показаний. Суд огласил свое решение, дело закрыто. Спасибо. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень благодарна суду, что суд вынес единственное правильное решение, разобрался в этой очень непростой ситуации. И я очень надеюсь, что больше у нас такого не повторится. Вот. И спасибо большое. Мы, органы опеки, учтем замечания суда и в следующий раз будем внимательнее относиться к показаниям свидетелей. Истец Николай Прошин подает иск об оспаривании отцовства и изменении записи об отцовстве относительно своих несовершеннолетних детей. Ответчик Наталья Прошина утверждает, что всех детей родила от мужа. Так, пожалуйста, истец, уточните, в отношении каких детей вы оспариваете отцовство. Ваша честь, прошу вас установить отцовство и изменить запись об отцовстве моих четырех несовершеннолетних детей. Установить или оспорить? Оспорить. Моих несовершеннолетних четырех детей. Значит, мы с женой прожили девять лет. Десять, Куль. Десять. Хорошо. Один год не считается. В каком смысле не считается? Ну, мы жили, скажем так, не в браке. А, понятно. То есть в зарегистрированном браке. Да. В общем, и у нас четверо детей. Значит, Вероника девять лет ей, Сережа семь лет, а также Элечка пять лет и последний Илюша у нас, которому три годика. Вы просите ваш признать отцом? Я прошу... Он меня подозревает в изменении. Я подозреваю жену в изменении. Я поняла. Еще раз. Истец, вы считаете, что все дети рождены не от вас? Я бы хотел узнать, кто мои, а кто нет. Чтобы кому платить алименты, кому не платить алименты. Он сомневается. А как, подождите, а как вы хотите это узнать? Узнать? Ну, получить результат генетической экспертизы. О, он лежит здесь, результат экспертизы. Ну, я его не смотрел, я не знаю. А почему вы не смотрели? Ну, не знаю, не смотрел. Я хотел узнать у вас. Разрешите наш спор, ваше честь. Он же за муренностью замучил меня. Да нет. Девять лета, да. Вероника, она хорошо поет. Но у нас, ваше честь, у нас нету в роду людей с музыкальным образованием. Крестец, определитесь. Скажем так, Сережа, вот он, да, изначально, я так подозреваю, он родился какой-то раскосый, знаете, с ушами какими-то, лопоухими. Ну, что, у нас кто-то с ушами родился. Повод, чтобы ревновать. Понимаете? Вы знаете, вообще, слава богу, дети всегда с двумя ушами рождаются. Ну, я имею в виду рыжие, белые, черные, высокие, маленькие. Топыренными ушами, понимаете? То есть, ни один ребенок не устраивает. Вероника, потому что хорошо поет, никто роду не поет. Это не устраивает. У этого два уха оттопыренные. Тоже плохо. Это еще что, подождите. Ваша честь, у нас нету никого. Еще что плохо. Еще что плохо. Елечка очень гибкая. Она ходит в гимнастический зал. Судя по папе, гибкости в детях не должно. Ну, я, ну, я в детстве на шпагах и сажусь в детстве в юности тоже считается. И еще, и еще один ребенок, чем мне не пора. Илья. Там просто был страшный токсикоз у меня. Я лежала на сохранении и не подпускала мужа. Это повод меня подозревать. Нет, ну а что? Это не повод подозревать. Подождите. Я не уехала никаких девять месяцев, блин. Истец. Никакого секса, ничего. Истец. Дайте, пожалуйста. Не, ну а что, блин? Истец. Послушайте меня. Ну, вы понимаете, что, ну честно, ну что, 9 месяцев никакого секса, Ваша честь. Ну, ну что? Могу подумать о своей жене тоже. Так подумать о своей жене. Истец, вы знаете, я не могу с вами согласиться об отсутствии в вашей жизни секса, о чем свидетельствует четверо детей. Понимаете, в чем дело? Это опровергает ваше утверждение. Не позорь ты нас. Не позорь. Видите, истец, знаете, пожалуйста, фотографии. Вы так сделали калаш всех четверых детей, свидетельство о браке и свидетельство о рождении детей. Ваша честь, у меня есть доказательства, что как бы, что дети не мои. Ой, позорище какое. Господи, как мне стыдно, Коля. Я в зал сюда принес вот календарей. Вот у нас Сережа родился, значит, 10 февраля 2011 года. Это все мамой. Но дело в том, что мы поехали с моей женой еще тогда, в Египет. В каком смысле еще тогда женой? Мы в разводе уже месяц. Мы уже в разводе месяц. Ваша честь совершилась чудом. Он мне дал развод. Вот. И мы поехали с женой в Египет. Я свободно ищу, что я объясню. Чтобы первый ребенок Вероника отвыкла от груди, мы Веронику оставили, значит, с тещей. Вот мы ездили в 2001-2011 году. Ой, все дни отмечены. Ой, какой кошмар. Ой, какой кошмар. Как стыдно. Как стыдно. А мы ездили в 2010-м году. Вот. В 2010-м году. С 3 по 17 число. Ой, 10-й год нашел здесь. Мы были, значит, в Египте. Я все отметил. Блядь. Подождите, я хочу, чтобы вы сделали. Да, да пусть смотрят. Я просто хочу, чтобы это все было понятно. Ваша честь, понимаете? Подождите. А то, может быть, непонятно. Нет, абсолютно ничего не понятно, как вы высчитали. Вы знаете, как... Лучше, чем в женской консультации все считаете. В 3 по 17-м, мы с ней были в Египте. Вот. Потом в феврале 10-го рождается, значит, Сережа. Получилось 40 недель. А 38-39 тоже может быть. И 37. Бывают недоношенные детки. Знаешь что? Это не аргументы курятся приемные детки. Это не в этом случае. Чтобы от меня были доношенные детки. Истец, подожди. Ваша честь, мне стыдно. Чего тебе стыдно-то? Вот приехал, думаю, это самое... Человеком я пожелаю. Смотрю, Элечка родилась 5-го ноября. Понимаете? 5-го ноября она родилась у нас, а я 22-го января. Вот я Элечку принесла ему. Вот принесла эти милия. Я 22-го я уехал на симпозиум, понимаете, стройматериалов. Я начальник производства строительных материалов. Я хочу, чтобы он платил алименты. Больше я от него ничего не могу. Я тоже приезжаю. Ну мы же не жаль, какая консультация. Ну что ж ты пожаришься от Николая? Судебный призов, отберите эти календари у Истана. Ну смеется весь зал. Ну смеется, ответчик, ответчик, скажите. Я такие серьезные вопросы решаю. Зал смеется. Причины расторжения брака скажите. Ревность. Ревность. И со стороны судьбы не такой поддержки. Ревность. Твоя измена. Ревность. Она поддерживала сына. Ревность. Я вела хозяйство. Я рожала детей. Хозяйка, я малью. Я кормила. Между этим. Я стирала. Бегала. 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 Так, будьте добры, пожалуйста. Верните. По кем ты бегала, я малью? Ой, а я вдохнула. Выдохнули. Зачитываю результаты экспертизы. Результаты экспертизы молекулярно-генетической, которые были представлены в отношении четырех детей. Значит, Вероника, правильно? Правильно. Да, Вероника. Вероника, 9 лет. Значит, 99,9. Вероятность истинного отцовства составляет. А, это так и есть. Понял, ничего не понял еще. Сергей, 7 лет. Вероятность истинного отцовства составляет 99,9. Как? И Велина, 5 лет. Вероятность истинного отцовства составляет 99,9. И Илья, 3 года. Вероятность истинного отцовства 99,9. Все, мои алименты. Ура. Спасибо, Ваша честь. Спасибо. А ты бессовестный. Блин, я опять прокололся. Я, мой. Что? С этими календариками, понимаете? Что-то как-то у меня... Ну, что, 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 что? Ну, наверное... Прощаемся, Надеюсь. У вас она всегда... Ну, я прости, слушай. Да что ты, о чем? Даже речи быть не может. Попробуем разочек. Пятого. Что вы попробуете? Пятого? Ну, в смысле, сойтись. Мы же жемы же. Нет. Что нет-то? Даже у меня обсуждается. Я свободная женщина. Мать четверых детей с алиментами. С алиментами и очень неплохими. С какими алиментами? Истец, истец, истец. Это будет следующим нашим слушаемым делом. Истец, на место вернулись. И, кстати, я хочу сказать, что все четверо детей, на самом деле, между собой похожи. Очень похожи. Настолько братья и сестры, что... Так, суд удаляется о принятии решения. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, рассмотрев исковые требования СА, возражение ответчика по заявленному требованию, рассмотрев все представленные документы и заказательства, в иске об оспаривании отцовства отказывает. Актовую запись об отцовстве истца в отношении каждого из детей в записи акта о рождении каждого из детей не аннулирует. Суд не аннулирует запись об отцовстве истца в отношении каждого из детей, потому что утверждение истца, что он не является отцом каждого ребенка, опровергается заключением молекулярно-генетической экспертиз, проведенных в отношении каждого ребенка. Согласно выводам данных экспертиз, проведенных по определению суда, отцовство истца в отношении каждого из детей не исключается, и вероятность естественного отцовства составляет 99,99%, что означает высшую степень вероятности. Истец, вам понятно? Экспертиза молекулярно-генетическая – это экспертиза. Ее как-то опровергнуть сложно. Все понятно, истец? Спасибо, Ваша честь. Следующий ход за вами, мне так кажется. Все, алименты я добьюсь своего. Суд огласил свое решение, сделал заказ. Решение суда. В иске отказать. В этот раз, наверное, я немножко погорячился с этими всеми календарями. Но куда деваться? Наверное, надо сохранять теперь семью. Пойду, как обычно, упаду в ножки. Куда деваться? Что-нибудь куплю, куда-нибудь поедем. Я думаю, что жена меня простит. О прощении не может быть и речи. Я свободная женщина, мать четверых детей. Я счастлива. Другого я не ожидала. Будьте внимательны. Истец, вы будете в суд в заблуждении? Лучше записывайте. Я вас штрафую, истец, еще на одну тысячу рублей. Если вы забудете, сколько вы должны будете в государстве, запишите. От этого зависит жизнь ваших детей. Мамаша спит в пьяном угаре. Ребенок доел последней объедки и рыдает от голода, Ваша честь. Судья Елена Дмитриева в проекте «Битва за будущее». Ответчик, все. Не рассказывайте мне сказки. Дядя Саша меня бьет все время. Вы подтверждаете? Нет, метод Угу не надо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова